7 июня на сессии Совета депутатов Одинцовского городского округа был избран глава муниципалитета. Им стал Андрей Робертович Иванов. Его избрание ни у кого не вызывало ни сомнений, ни возражений. В главе есть чем отчитаться за минувшую пятилетку. Однако сегодня его мысли уже в будущем. Нам нужно построить и новые детские сады, и школы, и дальше продолжать благоустройство дворовых территорий, строить спортивные объекты, проводить ремонты в нашей системе здравоохранения, строить новые больницы, поликлиники. Большое количество вопросов и программ по Звенигороду, и стадион «Спартак» нужно восстановить, и должное внимание уделить центру «Дзюдо» и парковые зоны. Мы их наметили, спланировали 8 парковых зон в Звенигороде. И построить школу в микрорайоне Восточном. Большие задачи, стоящие перед Одинцовским городским округом, требуют и новых подходов. Структура управления будет оптимизирована под запросы укрупнившегося муниципалитета. В команду войдут люди, готовые работать столько, сколько нужно, без оглядки на часы и праздники. Пока есть задачи, проблемы, которые у нас на столе. Мы ими занимаемся, трудимся, не покладая рук, стараемся сделать и качество, и уровень жизни на территории округа выше, чтобы было меньше проблем в ЖКХ, и в общественном транспорте, и во дворе. Глава округа считает, что 21 апреля в ходе выборов в Совет депутатов Одинцовского городского округа и партия «Единая Россия» и он лично получили от жителей муниципалитета большой кредит доверия. И теперь просто невозможно подвести поверивших в тебя людей, не оправдав их ожиданий. Мы не должны забронзоветь, должны все проблемы и предложения жителей пропускать через свое сердце. Наверное, это самое важное, что требуется от чиновников. Не устраивать преград, барьеров в коммуникациях с жителями, получать обратную связь и к каждой проблеме относиться как к собственной проблеме, как к проблеме своей семьи, своих родственников, и тогда все будет получаться. Да, безусловно, многие вопросы требуют сверхусилий, огромных денежных плевает. Но когда мы к этим вопросам подходим с такой чуткостью, как чуткая власть, на многие вопросы и проблемы находятся и деньги, и ресурсы. Просто это все растянуто немножко во время. Сверхзадача, которую Андрей Иванов ставит перед своей командой на ближайшие пять лет – совершить прорыв и стать первыми в регионе-лидере. Фарватер этого движения задан посланиями президента и поручениями губернатора Московской области. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова